Друзья, сегодня с вами говорим про молоко и я, честно говоря, скажу свое мнение. Если вам оно интересно, то пишите вопросы и делитесь своими комментариями. Могу сказать, что молочные продукты многим ограничивают. Ввиду чего? Ввиду высокого инсулинового индекса, и мы об этом говорили с вами. Плюс мы говорили про невозможность переваривать лактозу. А другой момент, те, кто могут, они же знают про казоморфин. Если вы хотите засунуть в свой мозг морфин и получить такое сладкое удовольствие, и вы не можете удовольствие получить другим способом, то это похоже немножко на наркоманию. Это вызывает, кстати, привыкание. Многие мальчики пьют много молока, пьют много творога. Ведь казоморфин, именно он творит всякие гадости в организме. И морфин вызывает привыкание. А все, что вызывает привыкание, мы понимаем. И вы наверняка знаете людей, которые жить не могут без молока. Они буквально его фанаты. Они пьют его постоянно, и они что угодно придумают, чтобы сказать за пользу. Казоморфин может вызвать повреждения слизистой кишечника. То есть, мнение токсичности молока в некотором смысле действительно является правдой. И такие данные есть. С кисломолочными продуктами дела обстоят проще. Употребление цельного коровьего молока я не поддерживаю. Большинству взрослых людей она просто не нужна и даже вообще не идет на пользу. То есть, организм тратит силы, чтобы все это говнецо вывести. Понимаете? Вам нужны силы. Мне нужны. И хотите знать, действительно, если больше, то подписывайтесь в других социальных сетях. Мое мнение такое. Вы можете сдать анализ на лактозу и понять, есть ли у вас проблемы. Но фишка здесь в чем? Если вы кушаете кисломолочные продукты и вам норм, то это может быть и норм. Другой момент. Бывает у нас проблема. Закисляет, защелачивает. То есть, понимаете, человек может хорошо переносить кисломолочные продукты, но у него, например, возникло закисление организма и ему плохо от них. Не потому, что он их не переваривает, а потому что организм сейчас перешел в другой режим. Если мы с вами говорим про симптомы непереносимости, все знают сразу поносы и другие проблемы. Плюс, что хочется сказать. Все зависит от микробиома. У кого там кандидо аммиак продуцирует, ну, тем как бы сложно. У кого какие-то другие моменты, то тоже нужно индивидуально. Лактоза активно используется в различных сферах. Она поступает во многих препаратах и во многих питательных веществах. Могу сказать, что вы не умрете без молока. И кальций можно добыть в других продуктах и витамин D. Но вот мое мнение, что у девочек, у которых есть миомы, мастопатии, разрастания различные, полипы, то, вот и смешно, и не смешно, это очень серьезная вещь. Если вы пьете это радикалия, магния, серы, натрия, хлора, цинка, поверьте, это не те вещества, которые прям только из молока вы можете получить. Там микроэлементов, ну, как бы не так много, как в других продуктах. А пользы и не пользы нужно сравнивать. Поэтому, когда мы с вами говорим про отношение мое к молочке, оно негативное, я вам честно скажу, оно негативное. Если говорим про кисломолочные продукты, качественные, тогда да. И то не всем. Это вот про себя могу сказать. Два месяца заходит, потом не заходит. Почему так происходит? Изменился микробиом, изменилась история с кишечником. И да, бывают такие вот моменты, которые серьезно-серьезно влияют. Поэтому, когда мы с вами говорим про онкологию, различные вот эти вещи, обращайте внимание на молочку. Нужна ли она вам? Я не говорю про все дальше проблемы, но вы можете догадаться. И еще один момент. Молоко не запрещено никем. И еще раз говорю, что молоко будут потреблять те люди, которые очень сильно и будут за него прям кричать. Знаете почему? Потому что козоаморфин. Ну вот просто, просто подумайте про то, что можно ли легко человеку отказаться от такого легкого опиоида. Ну, я не знаю. Поэтому, поэтому да. И я ничего не демонизирую. Тот, кто пьет, пьет. Это его выбор. Напишите, пьете ли вы. И может быть как-то у вас по-другому.